привет друзья с вами Наталья мы на моем канале о Турции и сегодня я хочу поговорить с вами о небольших неудобствах жизни в Турции о минусах этой страны почему я выбрала эту тему больше всего вопросов поступает именно о каких-то проблемах подводных камнях каких-то недостатках которых не видно на первый взгляд для приезжих просто в отпуск и вот сегодня именно хотела бы поделиться с вами теми неудобствами теми проблемами с которыми я столкнулась живя в этой стране каждая страна не идеальна и в любом случае даже в самой благополучной стране найдутся какие-то минусы какие-то неудобства которыми люди недовольны у каждого эти неудобства свои в том числе и у меня вот сегодня я хочу поделиться с вами своими наблюдениями и может быть немного пожаловаться но скорее поделиться своим опытом чтобы столкнувшись с этими же вопросами вы знали как с ними бороться и что с этим делать итак поехали что первое приходит вам на ум при упоминании о Турции конечно же море но не все так просто только не для стамбульчан стамбул омывается морем в трех сторон но как вы думаете сколько раз в году я бываю на море одну неделю может быть две почему же что же в чем же причина скажите вы так вышло что в стамбуле нет пляжей ну или почти нет где можно было бы спокойно искупаться позагорать и провести денек нужно начать с того что стамбул это многомиллионный город в летнее время вместе с туристами количество жителей достигает 20 миллионов естественно такое скопление влияет на качество воды стамбуле есть очень красивая набережная где можно погулять вечером но к сожалению нет пляжей и это большое разочарование когда приезжают наши гости из Украины и из России первым делом конечно же они хотят пойти на пляж окунуться но к сожалению в Стамбуле это не так просто хороших качественных пляжей здесь всего раз-два и обчелся и это не только из-за качества воды кроме того здесь очень много зевак которые обожают просто поразглядывать женщин в купальниках купаться бывает не очень приятно когда на тебя оставились несколько пар мужских глаз кроме того до моря не так-то легко добраться если вы живете не прямо на набережной например от нашего дома если нет пробок ехать где-то минут двадцать-тридцать на машине хотя если посмотреть на карте наш район фактически это набережная а когда есть пробки дорога вместе с парковкой так как найти парковку в Стамбуле это тот еще квест может занять час а то и полтора в одну сторону вы не поверите есть такие стамбульчане которые в своей жизни ни разу не видели море и в до пандемическое время городской муниципалитет организовывал туры для женщин и детей тех кто еще ни разу не видел море по босфору на теплоходе как говорят сами турки если вы водите машину в Стамбуле вы сможете водить машину в любой точке мира хочу упоминать про пробки которых хватает в любом большом городе мира вот посмотрите сегодня у нас локдаун полнейшее закрытие по домам несмотря на это сколько машин есть в Стамбуле такое впечатление что правила дорожного движения нужны только для того чтобы сдать экзамен на правах потом они трудно все забывают и начинают пользоваться единственным правилам это правило чистого чувства как не объяснили нужно чувствовать и предугадывать настроение водителя даже не предыдущей машины а машины едущей перед предыдущей машиной еще одно внегласное правило вождения в Стамбуле это опасайся такси автобусов и курс эти три товарища могут быть просто беспощадными и третье золотое правило я думаю самое главное у кого больше машина поп и прах еще одна проблема с которой я сталкиваюсь по сей день я уверена что это не только я вот сейчас меня поймут все почтальоны и работники карго это проблема градостроения точнее отсутствие какого-либо плана в процессе градостроения стамбул вначале был довольно небольшим местом со средоточением в районе моря или босфора но постепенно с ростом количества жителей стамбула город разрастался все вглубь и вглубь и вглубь материка если в центре города все более менее правильно и понятно там улицы находятся стройно параллельно друг другу то чем дальше в лес как говорится тем больше дров так повелось что на окраинах города участки земли которые быть довольно дешевые скупали кто бы вы думали пастухи которые искали себе место где бы можно было пасти свой спорт но постепенно с тем как город разрастался эти окраины превращались в центры микрорайонов а затем районов и потом уже городские центры поскольку эти клаптики земли принадлежали абсолютно разным хозяевам не всегда удавалось договориться с этими хозяевами по поводу продажи и покупки соответственно их участков то дома строились как кому нравится соответственно говорить при таком раскладе о каких-то стройных улицах проспектах о каком-то плане планомерном строительстве практически невозможно до сих пор на улочках вы вряд ли найдете какие-то таблички с названием этих улиц и даже проспектов а узнать на какой конкретно улице вы в данный момент находитесь иногда можно только лишь посмотрев в навигатор или какую-нибудь электронную карту например название вот этой улице вот написано на такой маленькой табличке а эта улица вот как можно заметить очень длинная и тянется она на несколько километров а табличка всего одна как же выходит из этого положения бедные почтальоны или службы карга как правило официальному адресу просят добавить такую небольшую записочку нот с пояснениями где именно находится тот или иной дом можно очень часто увидеть обычный адрес а затем в скобочках будет пояснение напротив мечети или напротив такого-то магазина праздники в турции очень сильно отличаются от наших праздников и сейчас я расскажу как именно всеми нами любимый праздник это новый год в наших странах принято праздновать начало нового года очень бурно собираясь за столом выпивая в 12 часов мы любим запускать салюты наших детей приходит поздравлять дед мороз и снегурочка ничего подобного вы не найдете в турции если турки отмечают новый год дома своей семьей не приглашая никаких гостей то скорее всего это будет так называемый птт вечеринка расшифрую п это пижама т тапочки т телевизор при этом на столе вы не найдете привычных нам салатов угощений горячего шампанского это будет скорее всего какие-то чипсы орешки и кола если все таки новый год турки отмечают не дома где-нибудь в ресторане на столе будут различные угощения салаты закуски на горячее скорее всего подадут индейку а в 12 часов гостей придет поздравлять кто бы вы думали нет это будет конечно же не дед мороз это будет танцовщица и станцует она не что-нибудь а танец живота при этом гости вокруг которых танцует танцовщица должны засовывать деньги ей в лифчик первый раз на таком праздник я побывала еще в самом начале моего проживания в турции когда я была беременна и наверное все таки это были еще гормоны когда я увидела что вокруг происходит я не могла поверить своим глазам но когда мой муж при этом как ни в чем не бывало засунули деньги в лифчик я была просто в ужасе и перестала с ним разговаривать дня на 3 ну ладно с новым годом все понятно кое-как я к этому привыкла и разобралась но есть один праздник который до сих пор все таки меня каждый год повергает в шок это праздник курбан-байрам то есть это буквально праздник жертвоприношения особенно в маленьких городах и в селах на каждой улице на каждом углу люди режут скотину когда только переехала в эту квартиру напротив нашего дома была мойка принципе она там и до сих пор есть но уже слава богу хозяин поменялся первый день курбан-байрама ничего не подозревая я заварила себе чашечку кофе и подошла к кухонному окну чтобы полюбоваться видом автомойки но вместо привычной моему взору моющихся машин я увидела животных туши несчастных животных развесили по всей автомойке владельцы этих туш при том не только мужчины там были и женщины и дети они все ходили вокруг этих туш с пакетами с ножами что-то собирали складывали и кроме того они еще фотографировались вместе с этими тушами наверное самым частым из вопросом задаваемых мне по поводу турции будет вопрос о материнском капитале помогает ли государство молодым семьям и мамочкам при рождении детей хочу вас расстроить турция абсолютно никак не помогает молодым семьям при рождении детей это при том то что глава государства активно агитирует молодые семьи рожать как минимум по трое детей не нужно сказать что многие в принципе его слушают во многих семьях детей гораздо больше чем три несмотря на то что от государства нет абсолютно никакой помощи. Не знаю, может быть, это связано с благоприятным турецким климатом или с обилием фруктов, овощей и всякой зелени, которая служит своеобразным афродизиаком. Но многие семьи очень даже преуспевают в рождении детей. Однажды к нам в дом мы вызвали бесплатную, так сказать, химчистку, чтобы почистить наши ковры и диваны, как нам сказали, абсолютно бесплатно. Но по факту оказалось, что нам хотят продать пылесос. Парень пока чистил наш ковер, успел рассказать нам одну историю. Дело в том, что этот пылесос делает уборку абсолютно без добавления каких-либо моющих средств, что в свою очередь хорошо для аллергиков. Обычно люди, думая о здоровье своих детей, ведутся на такую уловку. И вот однажды этот парень пришел в дом, в котором было 11 детей. И точно так же, чистя ковер, он стал рассказывать о преимуществе уборки без каких-либо моющих, чистящих средств, о том, что это полезно детям, что его чудо-машина поможет предотвратить аллергию у детей. На что глава семейства невозмутимо сказал, да ладно, парень, что там, у меня 11 детей, если с одним из них что-то случится, у меня останется еще куча. Еще один минус Турции, с которым мне пришлось столкнуться, когда мой сын пошел в школу, это проблема образования. В крупных городах и в маленьких деревнях, я думаю, это не одна и та же проблема, конечно же, но сегодня я хочу поговорить именно с той проблемой, с которой столкнулась именно я. Проблема образования в крупных городах. Как мы уже знаем, семьи у турков в основном многодетные. При этом, к сожалению, дети в Турции рождаются быстрее, чем строятся школы. Для меня было огромным удивлением, когда я услышала о количестве детей в классах. Иногда это бывает по 50 человек. Детям приходится сидеть за партами по 3-4 человека или учиться по сменам. Кто-то приходит утром, а кто-то приходит после обеда. В таких переполненных школах, конечно же, не просто работать учителям. Поэтому уровень образования так себе, скажем прямо. Кроме того, попасть в школу в Турции можно только исключительно по прописке, по адресу. Я говорю, конечно же, о обычных муниципальных школах, не о частных. Поэтому очень многое зависит от района, где вы живете. В нашем районе мы живем уже около 10 лет. И несмотря на то, что мне лично пришлось уже несколько раз поменять работу, иной раз мне приходится ездить по часу, а то и больше на работу и с работы, я не могу поменять свой район, потому что в нашем районе хорошие школы. Например, в той школе, в которой учится мой сын, в классе всего 28 человек. В школе есть столовая, спортзал, компьютерный класс, есть хорошая библиотека, разные клубы. Кроме того, мой сын учится в классе с углубленным изучением английского языка. Такие условия скорее редкость для обычных муниципальных школ. Поэтому, если люди хотят дать Турции своим детям хорошее образование, приходится жертвовать своим личным временем, потраченным на дорогу до работы и обратно домой, как я, или тогда платить деньги за частное образование. Стоимость частного образования в Турции, как правило, примерно от 1000 долларов в месяц. Эта цена может варьироваться в зависимости от школы или от класса. Младшие классы дешевле, соответственно, старшие дороже. Свежие овощи и фрукты в Турции можно найти практически круглый год. И это, конечно, большой плюс. Минусом являются цены на эти фрукты и овощи. К сожалению, несмотря на то, что выращивается все это добро здесь, у нас цены довольно высокие. Объясняется это тем, что удобрения и семена закупаются за границей. Соответственно, цены в долларах. А доллар, к сожалению, непрерывно растет. Это короткое видео с обзором ассортимента овощей и фруктов на прилавках наших магазинов. Мы сняли вчера с моим мужем в нашем магазине недалеко от дома. Чтобы было понятнее, цены мы напишем в долларах. Не знаю, кому-то, может быть, эти цены покажутся весьма нормальными, но если учесть, что минимальная зарплата Турции составляет 2825 лир, что примерно составляет 350 долларов, то это, конечно, весьма недешево. Высокие цены у нас, к сожалению, не только на овощи и фрукты и вообще на продукты. Если сравнить уровень доходов и цену на бензин, то оказывается, что турки платят самую высокую цену за бензин в мире. Это связано не только с ростом доллара, но и с налогами. Также ситуация не айс с налогами на спиртное и на автомобили. Например, налог на местную водку, которая называется РК, составляет на минуточку 234% от стоимости самого товара. И этот налог постоянно растет. От этого люди не стали меньше пить, но многие стали варить водку дома, что для наших стран весьма неудивительно и далеко не ново. В последнее время очень сильно выросли цены на машины. Может быть, это связано с пандемией, конечно. Люди не хотят пользоваться общественным транспортом, и каждый хочет приобрести машину, чтобы иметь возможность, не контактируя с другими людьми, попасть на работу, в школу отвезти ребенка или еще куда-нибудь. Причем это касается как новых машин, так и вторичного рынка. Владельцы старых машин, конечно, немного обрадовали, ведь появилась возможность продать свою старую машину за довольно неплохие деньги. Но, к сожалению, выручив приличную сумму с продажи своей старой машины, новую машину купить теперь едва ли возможно. Для примера хочу показать вам информацию с официального сайта Volkswagen. Мы с Можем стали присматривать новую машину, и наш глаз упал на Volkswagen Touareg. Стали мы смотреть цены, без налогов такая машина стоит в районе 600 тысяч лир. Ну а когда мы прибавим все налоги, как мы видим, эта сумма переваливает за 2 миллиона. Теперь эта сумма едва ли реальная. В каждой стране найдутся свои недостатки, и Турция не исключение. Я очень позитивный человек, и мне было нелегко найти эти недостатки, эти минусы. Кроме того, как известно, любой минус легко превратить в плюс, чем я стараюсь заниматься каждый день. Уверена, у вас найдется, что добавить к моему списку, и пожалуйста, пишите в комментариях внизу, с чем каждый день приходится сталкиваться вам, и что мешает жить лично вам. Уверена, эта информация будет полезна тем, кто только собирается переехать в Турцию. Спасибо, что были со мной до конца. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. А сейчас пока!